Который будет исследовано влияние материального положения семьи, ступени на лестнице материального достатка, принадлежности к социальной группе, на удовлетворенность жизни. Дальше можно будет еще гуд копнуть и исследовать, например, взаимосвязи этой переменой с теми переменами, с которыми она связана. Все зависит от угла зрения исследователя, какие связки его интересуют, но так или иначе все эти связки, которые обозначены здесь в виде линии, могут быть численные исследования, могут быть построены вспомогательно-регрессионные модели. Второе направление углубления исследования состоит в следующем. Например, мы выявили в процессе логинейного анализа, что есть вот такая трехмерная связка, такой трехмерный микроэффект. Третий – протестный потенциал. Вторая категория – положение респондента на социальной лестнице. И четвертая – категория удовлетворенности жизни. В рамках уже построенной регрессии вот эта связка выявлена быть не может, поскольку здесь речь идет об отношении третьей категории протестного потенциала к четвертому. А у нас в мультиномиальной регрессии, построенной, обязательно присутствуют еще первый и второй уровни протестного потенциала. Чтобы исследовать более подробно посредством регрессии вот эту связку, нужно произвести некоторые операции в файле с данными. Для наглядности я оставил в этом файле только интересующие нас переменные. Далее необходимо отфильтровать только наблюдения, относящиеся с нехарактеризуемой третьим и четвертым уровнем протестного потенциала. Дальше уже построить в данном случае бинарную регрессию логистическую в зависимости четвертого уровня протестного потенциала от интеракшн-эффекта данного уровня удовлетворенности жизни и данного уровня положения социальной лестницы. Это дихотомические переменные, которые созданы из общих переменных категориальных, получаем, что действительно этот эффект значим. Догадаться заранее о том, что он значим просто посредством регрессии мы никак не могли.